Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде всего, жители республики, прежде всего, вас всех, кто непосредственно общается с жителями республики, и вопросы, которые они вам задают, вы ищете, соответственно, на них ответы. Хочу проинформировать вас о некоторых итогах первого полугодия текущего года и о том, что удалось добиться за прошедшие четырехлетия, потому что сплетен, слухов очень много ходит, и иной раз перегибает и показатели, и цифры, для того, чтобы вы владели, прежде всего, официальной информацией. Задача, которой я поставил с первого дня вступления в должность, повышение качества жизни жителей Чувашской республики, это вы все знаете, я просто еще раз подчеркиваю. Что подразумевается под этими словами? У людей должна быть возможность для самореализации, для этого должна быть благоприятная среда, достойно оплачиваемая работа, комфортные условия для проживания, уверенность в завтрашнем дне, не только в своем, но и в своих детей, чтобы они имели возможность получить качественное образование, иметь возможность укреплять свое здоровье, а при необходимости получать качественную медицинскую помощь. В этом направлении власти и республики работают все четыре года, что-то удалось сделать, что-то не удалось, поэтому нам еще предстоит многое сделать. Вторая задача, которую я ставил перед собой четыре года назад, это развитие демократических институтов гражданского общества и повышение открытости власти. В этом направлении в нашей республике тоже весьма существенно продвинулось. Еще раз напомню, созданный институт общественной палаты, уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Все министры, главы администрации, органов местного самоуправления отчитываются перед общественностью по проделанной работе и отвечают на этих встречах на все те вопросы, которые жители задают. Создано общественные советы при органах власти. Можно сказать, с одной стороны, и у членов общественных советов есть удовлетворение, по отдельным вопросам нет удовлетворения, но реальная жизнь, она докова, потому что идеальных вариантов нет. Поэтому нам надо совершенствовать советы при органах власти, это при органах власти Чувашской республики, так и при органах местного самоуправления. С другой стороны, очевидно, что жители республики вовлечены в процедуры принятия решений органами власти. Это я считаю тоже ключевым показателем. Используются здесь любые инструменты. Что касается доходов жителей республики, то за 4 года совместными усилиями органов власти, работодателей и профсоюзов нам удалось повысить среднюю зарплату в республике с 13 до 21 тысячи рублей. По факту, практически с 2014 года вы видите почти 21 500 рублей. Рост в полтора раза или в среднем по 19% в год. Это хорошая динамика. У бюджетников зарплата выросла еще больше, с 11 до 21 тысячи рублей. И сегодня практически сравняла с зарплатой по экономике. Тем самым создана мотивация для привлечения в бюджетную сферу молодых специалистов. Тот дефицит, который был допустим 4 года назад, выполняя указы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, на самом деле для молодых специалистов созданы такие хорошие предпосылки для дальнейшей самореализации. Следующий слайд. Если рассматривать рост зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, то у врачей с 2011 года она выросла в среднем в полтора раза, у учителей более чем в два раза, у воспитателей детских садов почти в три раза. Это средняя по этим направлениям. За этот же период количество зарегистрированных безработных граждан в республике снизилось более чем в три раза. Позитивная динамика сохраняется и на сегодняшний день. Вы тоже вот видите на слайде, картина с каждым годом идет в лучшую сторону. То есть позитивная динамика есть, и я предполагаю, что мы эту динамику даже будем улучшать. Уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда снизился с 9,2% в 2011 году до 5,7% в 2013. В этом году мы ожидаем на уровне 5%. Регистрируемая безработица за этот же период снизилась в четыре раза. В текущем году прогнозируется дальнейшее уменьшение этих показателей. Самое главное, что снижение уровня безработицы сопровождается поступательным ростом уровня трудоустройства. За четыре года он вырос с 69% до 82%. По уровню трудоустройства Чувашская республика два года подряд занимает третье место среди субъектов Российской Федерации. И спрос работодателей на рабочую силу сегодня в четыре раза превышает, чем количество безработных, которые числятся в службе занятости. Одновременно с работой по повышению доходов жителей республики правительство проводило политику, направленную на ограничение роста цен. В первую очередь это касается цен на продукты питания, на сельскохозяйственную продукцию и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Чувашия находится в числе регионов с низким уровнем цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Но вы уже знаете, что президент России Владимир Владимирович Путин подписал вчера указ об ограничении определенного ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукцией и продуктов переработки. Дано соответствующее поручение правительству Российской Федерации. Я сегодня с утра дал уже тоже соответствующее поручение для того, чтобы параллельно нам работать. То есть мы в теме. Спасибо всем тем, кто на самом деле корректно и справедливо доводит и до производителей, и до покупателей. Мы обязаны, по крайней мере, доводить правдивую информацию. И с этой точки зрения мы будем улучшать еще нашу работу в этой сфере. Средний уровень роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2014 году не превысит 4%. Мы здесь свои обязательства выполняем. И все те поставленные задачи как президента России, так и правительства Российской Федерации в целом. Уровень инфляции мы ожидаем по прогнозу на уровне 7-7,5%. Но ситуация меняется ежеквартально. Прогнозы наши примерно такие. И рост тарифа, в принципе, будет почти два раза ниже, чем рост по инфляции. Индексы потребительских цен на жилищно-коммунальные услуги с 2009 года уменьшился в три раза. При этом хочу добавить, сегодня Чуваший, каждая четвертая семья получает из бюджета субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта сумма в бюджете у нас заложена почти 2 миллиарда рублей. И все эти ветераны, которые на сегодняшний день получили дополнительные звания ветерана труда, а их почти 22 тысячи, они ежемесячно получают эти льготы и выражают слова благодарности. Республика по-прежнему занимает лидирующие позиции в строительстве жилья на душу населения. В последние годы в структуре строительства жилья доля многоквартирных домов увеличивалась до 50%. По этому году будет на уровне 52%. Это существенный результат нашей совместной работы с муниципалитетами. Создана благоприятная среда для организаций и предпринимателей, работающих в строительной отрасли. Я почему вот это обозначаю, потому что много разговоров о приписках разных, если взять вот 2009-2010 годы, это на уровне 30-33%. А в многоквартирных домах там приписки невозможно осуществить, как там сельские местности, пригороди, индивидуальных жилых домах. Поэтому эта динамика, она будет до нас расти. Есть микрорайоны, есть площадки для комплексной компактной застройки. И с этой точки зрения мы конкуренцию будем развивать. Мы эффективно реализуем программы поддержки молодых семей и молодых учителей в улучшении жилищных условий. В частности, республиканская программа по субсидированию процентных ставок по ипотечным кредитам, действующего с 2011 года. На сегодняшний день этой программой воспользовались более 2600 молодых семей и молодых учителей. И эту программу мы дальше будем только укреплять. Следующий пример, который имеет важное значение, это обеспечение жильем детей-сирот. За пять лет было обеспечено жильем 336 сирот. Вот на слайде вы видите. И меньше намного было средств выделено. Если взять начало работы с 2011 года и текущий год, потому что средства на все это было предусмотрено, 1 миллиард 16 миллионов рублей. И четыре раза больше наших детей-сирот получают комфортное жилье. Если взять все программы получения жилищных условий граждан с помощью государства, то с 2011 года по текущий год их участниками стали более 15 тысяч семей. Или по-другому мы говорим. Мы говорим, каждый третий житель, который нуждается в жиле, получает жилье или улучшает жилищные условия с помощью государственных программ. Согласно уточненным данным Чувастата, индекс промышленного производства в республике в прошлом году составил 100,5%. В предварительные итоги я, когда отчитывался перед государством, говорил, что мы ниже 100%. Вот последние цифры 100,5%. Это практически на уровне России. Чуть-чуть там больше с хвостиком. В текущем году позитивные тенденции сохраняются. По итогам 6 месяцев индекс промышленного производства составляет 103,6%. Прогноз по этому году 104% идет. По-прежнему важной задачей является диверсификация экономики, развитие малого бизнеса. За последние годы количество малых и средних предприятий увеличилось до почти 14 тысяч единиц. Численность работающих из них до 113 тысяч человек. Оборот малых предприятий за этот же период вырос на 30%. А объем налоговых поступлений увеличилось без малого в два раза. Здесь я благодарен предпринимателям, которые ведут свой бизнес. С одной стороны, они тоже удовлетворены с учетом всех тех дополнительно принятых решений. Но с другой стороны, они тоже возмущаются, когда на потребительском рынке развиваются, ну не так сильно, по крайней мере, развиваются серые схемы. И те, которые оплачивают налоги, отчитываются, им сложнее конкурировать с теми, кто работает по серым схемам. Мы, бывая сейчас в муниципалитетах, обсуждаем практически эти вопросы. Объемы государственной поддержки организации агропромышленного комплекса, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств не только сохранились, но и увеличились до почти 2 миллиарда 390 миллионов рублей. Мы еще дополнительные средства получим. В текущем году показатели в сельском хозяйстве будут лучше, чем в прошлом году или за последние среднестатические данные 3 или 5 лет. И индекс производства продукции сельского хозяйства составит по прогнозу 105%. Но здесь вопрос есть у крестьян по субсидийным процентам ставок. Мы это знаем, мы свои предложения представляем. Знает об этом федеральный министр сельского хозяйства Николай Васильевич Федоров, знает и правительство. И в конечном итоге со всеми принятыми решениями, я думаю, дополнительные средства выделят и все долги даже прошлого года, которые перешли на текущий год, будут закрыты. Следующий слайд. Уровень средней заработной платы в сельском хозяйстве ниже, чем в среднем по экономике, но тенденция к росту очевидная. За 3 года заработная плата сельян выросла в полтора раза. Здесь, конечно, есть еще вопросы и внутренние резервы, поэтому будем работать. Существует серьезная проблема несправедливого распределения прибыли от реализации сельхозяйственной продукции, от низких закупочных цен, особенно сильно страдают крестьяне, производящие молоко. В рознице для покупателя цены остались прежними, то есть не снизились, а у производителей стали ниже. Поэтому мы будем использовать все инструменты по защите производителей молока и развитию конкуренции на потребительском рынке. За 4 года государственный долг Чувашской республики снизился с 70% до 37% по отношению к собственным доходам. Это говорит о том, что республика развивается за счет собственных внутренних резервов и за счет внутреннего потенциала. Этот же вывод подтверждается и ростом собственных доходов с 2010 года в 1,4 раза к факту 2010 года. Вот здесь графически все это представлено. Удельный вес собственных доходов в составе в этом году 68%. В 2010 году данный показатель был на уровне 61%. Причем этот рост достигнут в условиях очень нестабильной ситуации на мировых рынках и в мировой политике. Не случайно два международных агентства, МОДИС, ФИЧ, вот недавно последние мы результаты получили от рейтингового агентства ФИЧ, подтвердила Чувашской республике рейтинг на уровне стабильный. В то время как в целом по России и по остальным регионам рейтинги идут в худшую сторону. В республике созданы все условия для массовых занятий физической культурой и спорта. Вы сами очень активно участвуете в проведении здорового образа жизни, пропаганды, популяризации. Практически оснащенность сегодня спортивными сооружениями составляет почти 46%. Мы сегодня не только в сельском местности, но и в городских округах Чебоксара и Новочебоксарск строим и ведем в эксплуатацию еще несколько современных спортивных сооружений. И задачу, которую мы поставили перед собой, каждый второй ребенок, каждый второй житель у нас должен быть активным участникам в ведении здорового образа жизни и здорового питания. Из всей точки зрения мы пошагово идем и ежегодно у нас показатели улучшаются. Здесь ничего не приукрашено. На самом деле это показатели я потом еще остановлюсь с учетом даже увеличения продолжительности жизни. Последовательная и целенаправленная государственная политика позволит добиться хороших результатов. На сегодняшний день, практически проведя день спорта и здоровья, мы на безвозмездной основе предоставляем спортивные сооружения. И каждый человек, каждая семья имеет право воспользоваться данной предоставленной возможностью. Тоже напомню вам всем, что мы получили национальную премию правительства Российской Федерации как лучшему спортивному региону в номинации физической культуры и спорт, где по массовости мы с точки зрения голосования общественников, олимпийских чемпионов заняли первое место. Большое внимание уделяется развитию системы здравоохранения. Здесь я много не буду говорить. Удовлетворенность она растет. Но в то же время возмущения наших пациентов остаются. У нас практически основной такой значимый показатель это смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения хуже, чем среди регионов Приволжского федерального округа. Конечно, на это влияют негативные показатели по федеральным нашим трассам. Там реконструкции проводятся. Но хотя показатель по сравнению с прошлым годом у нас улучшается. Там на 2,5-3%. Здесь культура водителей, культура пешеходов должна быть, конечно, на другом уровне. Все остальные индикаторы, которые мы поставили перед собой, они сполна выполняются. В результате принятых мер в сфере здравоохранения третий год подряд регистрируется естественный прирост населения. Я об этом докладывал президент Российской Федерации. И продолжительность жизни увеличилась на два года и достигла в 2013 году 70,8 лет. И те показатели, которые мы взяли перед собой к 2018 году, я предполагаю, мы выполним. Существенная поддержка оказывается многодетным семьям. На 22% увеличилось количество многодетных семей. Их на сегодня 8088 семей. Это хороший такой ключевой показатель. Люди уверены в завтрашнем дне, они ощущают стабильную политическую ситуацию. И все меры дополнительного стимулирования и поддержки многодетных семей, сегодня они в реальной работе. Долгое время в республике не решались проблемы с обеспечением детей местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Рост рождаемости, конечно же, мог вызвать еще большое обостроение проблемы, все дорожные карты, которые мы обозначили для себя, мы выполняем. Всего, вот вы видите, будем вводить 49 детских садов в 2015 году. И то, что мы обещали к 1 сентября 2015 года, текущая очередность для детей в возрасте с полтора лет будет разрешена. Всего средств, вот если все это посчитать, 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Расходы огромные, но и в современных детских садах дети, они уже воспитываются на другом уровне. Они современные, и все те воспитатели, которые на сегодняшний день работают, они квалифицированные, и родители отзываются очень положительно. Поэтому эта задача была такая стратегическая, и поставлена была президентом Российской Федерации, мы сполна выполним и доложим и родителям, и детям. И здесь я могу сказать, все обещания, которые мы давали родителям и детям, сегодня выполняются. Есть там отдельные моменты, где органы власти должны работать. Благодарю за внимание и готов ответить на все ваши вопросы, которые вы подготовили. Национальное телевидение, Надежда Яковлева. Частично на мой вопрос, конечно, уже ответили, но все-таки хочется, чтобы вы уточнили. Цели и задачи, которые вы ставите перед собой как руководителем исполнительной власти, они меняются, или вы их уже определили 4 года назад? Спасибо за вопрос. Ну, они корректируются. В стратегическом плане, если взять, коренных изменений нет. Вот я помню, когда мы ездили по районам, встречались с трудовыми коллективами, люди в основном задавали вопросы. Это прежде всего доходы, это вы тоже помните. На втором месте были вопросы цен на потребительском рынке. И третий значимый вопрос был, это дети и детские сады. Если взять по доходам, я уже ответил. По потребительским ценам у нас на самом деле картина она такая благоприятная. И здесь мы всегда отслеживаем, оказываем и общественно-политическое давление, когда нужно разложить все цифры, мы раскладываем. И по детям тоже вопросы, как бы они на сегодняшний день разрешаются. Но у людей появились новые требования. Это какие прежде всего? Это наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По нас создавали мы, когда законодательная база изменилась, управляющие компании. И в итоге пришли не совсем добросовестные люди, дельцы в кавычках. И с этой точки зрения, в городских округах эта проблема осталась. В городе Чебоксары наиболее ситуация лучшая по сравнению с другими городами, во всех других городских округах это сегодня проблема на первом месте. Но здесь в то же время параллельно возникает вопрос, это благоустройство территорий, дворовые территории, подъездные пути и улучшение, соответственно, проездных и подъездных путей. С этой точки зрения мы средства выделяем, выполняем пошагово данные свои обещания. И все точки зрения, параллельно там возникает у владельцев автомобилей вопросы парковки и так далее, тоже будем разрешать. Они чувствуют, хочется всем еще лучше жить. Конечно, за один день, за один год это невозможно делать, но по крайней мере они верят в нас. Этот рейтинг тоже есть по разным институтам. И все точки зрения можно сказать, что мы, имея обратную связь, знаем, где нам, какие решения нужно принимать и какие свои принятые решения нужно корректировать. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Вы помните, я говорил, 30 лет можно уверенно заниматься сельскохозяйственной продукцией и продавать и получать прибыль за этот бизнес. Никто сегодня в рыночной экономике никого не заставляет в убыток работать. Где сегодня цены, соответственно, в рознице не соответствуют нормативно просчитанной себестоимости, мы всегда выделяли соответствующие субсидии по упадающим доходам. На это придет правительство Российской Федерации и соответствующие, наверное, дополнительные решения тоже будут приняты. Поэтому аграрный сектор, он развивается, хотя есть вопросы там по необрабатываемым землям, это мы тоже не скрываем. Правительственная комиссия работает, но осенью текущего года доложим о уже результатах сельскохозяйственного года текущего года. Спасибо. Годица ССКЧАШ. Михаил Васильевич, вопрос по обостряющейся проблеме украинских беженцев. Сколько республика всего может принять, то есть какова миграционная квота, доведенная из Москвы, ну и, соответственно, вопрос финансирования. Недавно премьер Медведев на селекторе назвал цифру в целом по стране где-то порядка 5 миллиардов рублей. Сколько из них получит республика? Ну и на что конкретно эти деньги будут потрачены? Спасибо за вопрос, Александр Николаевич. Я каждый день отслеживаю цифры, мне докладывают ответственные должностные лица, которые занимаются этим вопросом. На сегодняшнее утро 601 человек прибыло. Кроме этого, по определенной квоте, ну скорее всего даже бортом МЧС России, завтра мы встретим 120 украинцев с Ростовской области. И на следующей неделе, предварительно 10 августа, если не будет никаких изменений, еще где-то 140 человек. Мы дополнительно сейчас, буквально, наверное, в течение недели или 10 дней будем принимать 390 человек. Это по тем официальным цифрам, по той квоте, которую определили по регионам Российской Федерации. Вчера вот буквально вечером была видеоконференция. Кроме всего этого, украинцы прибывают к своим близким родственникам. И число, и количество их практически с каждым днем растет. Сегодня, по принятому решению правительства Российской Федерации, распоряжение было подписано буквально 4 августа. Распределены первые сотни миллионов рублей, там около 400 миллионов рублей. И мы попали в число 40 регионов Российской Федерации и получим 564 миллиона рублей. Вчера я соглашение подписал, сегодня уже соглашение о Минрегионе Российской Федерации разрабатывается. Это с расчетом на те расходы социально-бытового устройства и питания. По 700 рублей на одного человека. И по факту, сколько людей у нас будет, все расчеты мы по истечении определенного периода представляем, там сроки обозначены. Вот август у нас закончится, мы расчеты представляем, по факту нам будет выделять средства. Если взять дополнительное количество людей, уже в течение недели у нас превысит их количество более 1 тысячи. Сколько мы можем принять, на сегодняшний день места есть. Какая ситуация будет складываться, мы тоже, по крайней мере, не можем точно сказать. К сожалению, ситуация ухудшается, и по той квоте, которую нам будут определять, мы будем и места находить, и наши семьи на сегодняшний день готовы принять, даже не близких родственников, вообще посторонних людей, чтобы они проживали по тем имеющимся площадям у них. Вот вчера я как раз встречался, синий Албокровки живут в Чавоксарском районе, вообще у незнакомых. Им все понравилось, она говорит, что в перспективе вообще семья получит, все члены семьи гражданцев Российской Федерации и останут в Российской Федерации. Тогда, конечно, все другие условия будут. Это со стороны бюджета, но в то же время мы сегодня проводим работу по трудоустройству. Первые десятки людей уже трудоустроились, кто по состоянию здоровья числится и является на самом деле трудосуществом на человека. И с этой точки зрения работодатели будут выплачивать соответствующие вознаграждения и уровень зарплаты за ту работу, где они будут работать. Поэтому наша задача, кроме того, что с бюджета им будем выплачивать, создавать условия для того, чтобы они вовремя трудоустроились, все сдерживающие факторы, чтобы мы вовремя снимали, и тем самым у них появляется такая возможность, как полноправного жителя Чувашской Республики, работать, жить на благо себе, на благо своих семей. По детям это тоже очень значимый показатель. Сегодня общеобразовательные школы у нас готовы и в городе Чебоксар, и в других городских округах, и в сельской местности. И каждого ребенка, который на сегодняшний день у нас зарегистрирован, даже, может быть, не получит к 1 сентября определенный промежуток времени, потому что они должны получить статус временного проживания, соответственно, или статус беженца. И с этой точки зрения мы будем принимать, я такое поручение давал, не дожидаясь официального получения. Ирина Клименцева. 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 Выложил более чем 20 миллиардов рублей совместно с Роснано. Сегодня могу сказать, завод работает. Все исходно разрешительные документы они взяли. Параллельно с этим в Российской Федерации конкурсы прошли и начнут строить станции по солнечной энергетике. Это альтернативные источники энергии. Первоначально было предусмотрено в конце июня или в июле месяце, потому что я участвовал на экономическом форуме Питера в этом году. И там Виктор Вексельберг был. Мы с ними обсудили вопросы. Были федеральные министры, министры энергетики, министры промышленности. И он сказал, он потому что собственник, и он открывает с участием Роснано данный завод. Поэтому отодвигается по каким-то мне непонятным причинам, но завод готов. Можно хоть его там завтра открывать и разрежать красную ленту. Право Вексельберга и его согласие. Мы вместе поедем, посмотрим культуру данного производства. Это, можно сказать, высокотехнологичное производство. Сегодня более 200 человек там работают. Наши студенты, выпускники. И привлеченных людей там очень мало. И в перспективе, и мы в республике будем использовать эти солнечные модули. Эти солнечные модули. С учетом удорожания энергетики, это очень важно. И государственная политика направлена на создание альтернативных источников энергии. Это очень важно. Газета Республика. Сюзанна Сташенко. Михаил Васильевич, вы, наверное, заметили процедуру укрупнения сельских поселений, муниципальных образований на территории субъектов Российской Федерации, идет с 2006 года. Насколько этот вопрос актуален для нашей Чувашской Республики? Спасибо за вопрос. Каждый регион имеет свои особенности, свои традиции, свои обычаи. Мы, по сравнению с другими регионами, если так вообще оценить, густо населенная республика. Почти мы находимся, ну, первые, так, пятерки среди регионов Российской Федерации. Поэтому регионы сократили сотрудников на уровне сельского поселения. Изряд ли их решений приняли, мы над этим смотрим. Но я не сторонник, и в целом правительство склонен к этому, и общественные организации, которые координируют муниципальное образование, чтобы на уровне сельских поселений революционное преобразование не делать. Потому что наши ветераны привыкли обращаться все равно к сотрудникам сельского поселения, или там получить справку, или просто пообщаться, или по другим вопросам. Потому что домашние хозяйства, которые сегодня ведут личное подсобное хозяйство, они в базе данных на уровне сельского поселения. Это первое. Второе, касаясь уровня уже самого районного муниципального образования, в данном случае я в своем политическом послании сказал, сегодня определенная работа проведена. Выборы в органы местного самоуправления в 2015 году, вы ведь вы тоже знаете. И этот вопрос коснется девяти сельских поселений на уровне района. Они будут сокращены, там не будет собрания депутатов в соответствии с законом и с теми принятыми нормативно-правовыми документами. И структурное подразделение администрации района будет обслуживать, оказывать и муниципальные услуги, и переданные наши государственные полномочия жителям данного района или, допустим, населенного пункта. Дальше, как сами муниципалитеты примут решение по отдельным вопросам, конечно, это прерогатива самих муниципальных образований. Мы здесь ничего сдерживать не собираемся. И с точки зрения дальнейшей работы по взаимодействию мы будем выслушивать жителей, потому что источником власти является житель, то вы или иного муниципального образования. Когда абсолютное большинство будет за, мы будем принимать и другие, может быть, решения. Я говорю, может быть. Поэтому там мы говорили об объединении городов, районов, там Шумерли, Шумерлинский район, но пока они не готовы, поэтому для этого должны сами жители созреть. И потом мы вместе с вами будем обсуждать, оценивать эту ситуацию. Спасибо. Чебосарские новости, Елена Казарина. Михаил Васильевич, у нас многое делается для стабильности в городах, в селах. И речь идет об использовании современных технологий в области безопасности. Это и камеры фотофиксации, видеофиксации, это кнопки экстренного вызова. И на это все выделяется немало средств. И мне хотелось бы узнать, оправдывает ли себя система безопасности и вложенные средства. И насколько она эффективна, и будет ли продолжение у этой безопасной программы. Спасибо за вопрос. Елена, я хочу уточнять. А вы сами, вы в городе Чебосаре живете? Да. Вы что-то ощутили от этого, для себя просто, с точки зрения безопасности, или ничего не ощутили? Знаете, мне кажется, у нас так спокойно. Стало спокойно? Спасибо. На самом деле, мы свои принятые программы, но приняли программу не от того, что хотели принять эти программы и выделить средства. С точки зрения обеспечения безопасности по программе «Безопасный город» и по улучшению состояния безопасности на наших перекрестках, чтобы не одними просьбами, призывами работать с водителями, а с точки зрения уже предъявления определенных административных штрафов, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, потому что вопросы, они напрямую связаны с культурой, прежде всего. И с этой точки зрения могу сказать, и вот цифры буквально мы по итогам 7 месяцев подводили, по программе «Безопасный город» совместно с муниципалитетами выделили сотни миллионов рублей, и еще будем выделять, потому что не до конца сделано. В общественных местах камеры в виде фиксации все установлены, они выведены на единый центр Министерства внутренних дел, соответственно, все это отслеживается, какое совершается правонарушение, чтобы своевременно они, как сотрудники Министерства внутренних дел, других правоохранительных органов могли среагировать. Второе. Касаясь безопасности дорожного движения, в прошлом году было собрано через штрафы 227 миллионов рублей. По итогам 7 месяцев практически сумма собранных годовых штрафов уже по факту собрана. Здесь, на самом деле, люди, нарушая, оплачивают один раз, два раза, три раза, но и, по крайней мере, по превышению даже скорости движения ситуация улучшается. И на перекрестках, где на самом деле были значимые нарушения, их тоже сокращается. Но проблемы еще остаются. Поэтому мы в этом году выделили соответствующие средства. Еще дополнительно 31 современная камера будет установлена. Камеры, они современные. Радио захват хороший и практически, включая намерные знаки, автомашин, соответственно, марки машин могут определять. И с этой точки зрения, в перспективе, мы обязаны по всем тем местам, где на самом деле совершаются правонарушения или нарушаются правила дорожного движения, как со стороны пешеходов, так и со стороны автовладельцев, мы будем на 100% эти места оснащать. С одной единственной целью, чтобы у нас в дорожно-транспортных происшествиях погибало меньше людей и увечья с тяжелым летальным исходом, то есть, включая даже инвалидность, получали меньше. Здесь, я говорю, призывами, просьбами невозможно обходиться. И эти средства, вложенные, то, что абсолютно правильно говорите, по собранным средствам мы уже вернули в бюджет республики. И собранные средства, я говорил, вы помните, наверное, каждый собранный рубль должен, пока мы на 100% не разрешим эти вопросы, хотя идейного варианта не бывает, мы будем направлять на эти цели. Спасибо. Хорошо, спасибо. Про город, газету, пожалуйста. Надежда Шеклина, про город Чебоксары. Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, какова ситуация с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища? Во-первых, все то, что нужно было сделать со стороны органов власти, все сделано. Все материалы представлены. Я благодарен жителям Чебоксарской республики, общественным организациям, политическим партиям. На публичных слушаниях, которые проходили год назад, там полтора-два года назад, проявили свое неравнодушие и сказали, что Чебоксарская республика, жители Чебоксарской республики хотят поднять еще на 5 метров уровень Волги. В регионах соседних неоднозначная ситуация, и поэтому государственный заказчик в лице Русгидро подготовил проектную документацию, представил государственную экспертизу. Государственная экспертиза вернула проектную документацию на доработку. Есть такая работа на уровне правительства среди федеральных министерств, где на самом деле работа должна проводиться. Но с учетом того, что это объект такой стратегический, в целом не только для Чебоксарской республики, в целом для Российской федерации, сегодня Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Михаил Александрович Мень там работает, во время рабочей встречи мы обсуждали, они сегодня готовят нормативно-правовый документ, стандарт по проведению государственной экспертизы по значимым объектам в Российской Федерации. И Росгидро дорабатывает проектную документацию, и экспертиза по новой будет проведена уже согласно принятой новой документации, которая будет на уровне правительства Российской Федерации утверждена. В каком году это произойдет, или примется окончательное решение, я не могу сказать. Сегодня специалисты высказали свою позицию с точки зрения, еще раз подчеркну, это значит, не столько даже выработка электроэнергии сегодня на первом месте, это вопросы экологии. В государственной политике вопросы экологии здесь стояли и стоят на первом месте. Это является приоритетом. Второй вопрос, это вопрос водного транспорта, ибо водный транспорт, он всегда был дешевым и остается дешевым, потому что федеральные трассы даже не выдерживают наших большегрузных автомашин, и постоянно приходится ремонтировать ломат. Выработка электроэнергии имеет значение, вопросов нет. Но и четвертое, это дефицит воды в целом, касаясь нижнего БЕФа. Последние годы погодные условия меняются, глобальное потепление тоже влияет, и с этой точки зрения, вот, четыре значимых фактора будут влиять на подъем реки Волга, в данном случае. Мы постоянно в таком режиме будем вас информировать. Есть там на сегодняшний день вопросы, ну, определенные такие, я имею в виду, политических партий. Тема не должна политизироваться, я считаю. Специалисты должны сказать свое слово, и правительство Российской Федерации примет решение справедливое. Спасибо. Уважаемый Михаил Васильевич, где-то в первой декаде июля вы встречались с президентом Владимиром Путиным, потом достаточно много было всяких слухов, разговоров по поводу этой встречи. Ну, вот, по последней информации, по последней информации, значит, в ходе этого разговора и после были подписаны какие-то очень важные документы, которые касаются развития Чувачской Республики. Вот, не могли бы вы раскрыть то, что осталось за кадром официальной хроники и официальных сообщений? Спасибо. Встреча с президентом Российской Федерации прошла на высоком достойном уровне. Сегодня я подготовил пять писем. На все письма президент Российской Федерации дал соответствующие поручения. Они сегодня в работе. Федеральные министерства тоже на сегодняшний день отвечают, по крайней мере, готовят ответы. Они связаны с нашими юбилейными датами, они связаны с бюджетом, по сбалансированности бюджета и ряд других вопросов. Но за рамками что, значит, президент есть президент, он знает, владеет ситуацией и общественно-политической, и экономикой по каждому региону, в том числе и Чувачской Республике. Все вопросы, которые он задавал мне, я отвечал достойно, соответственно, и договорились также работать успешно, создавая благо жителям, прежде всего, Чувачской Республики, в данном случае. Михаил Васильевич, добрый день. Ольга Петрова, Вести Чебоксары. Республика подписала соглашение с китайской стороной о социально-экономическом сотрудничестве. Но вот, например, бизнесмены Приморья, которые столкнулись с китайцами, считают их очень ненадежными и опасными партнерами. В том смысле, что они используют вредные минеральные удобрения. Они фактически убивают почву, загрязняют реки. И там вот уже не хотят с ними связываться. Я понимаю, что у нас есть незалежные земли, но тем не менее, стоит ли отдавать их китайцам? Может быть, стоит поискать каких-то партнеров с более хорошей репутацией? На сегодняшний день, вы знаете, международные отношения с Китаем сложились благоприятные. Это первое. В связи с этим, хочу сказать, мы работаем над темой привлечения инвестиций. Не только китайцев вообще, значит, это самое. Но, по крайней мере, я в Китае был, смотрел. Но, конечно, разный уровень жизни там, соответственно, есть и производительная техника, есть высокая технология, есть, соответственно, землю еще пашут плугом и буйволом. Это тоже я видел. Но с точки зрения качества продукции, с точки зрения возделывания земель, на сегодняшний день опасения определенные есть, но они не такие значимые. Приморье, но там они на границе, наверное, пришли те китайцы, которые не так добросовестно поработали и показали по своим результатам, почему они возмущаются. Сегодня делегации приезжали, еще будут приезжать. Мы были в провинции Сычуань, когда по поручению президента России, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приворском федеральном округе, Михаил Викторович, глава делегации, ему губернаторы, руководители регионов были в составе этой делегации. И мы видели в очи, насколько у них качественная продукция, насколько она представлена сегодня потребителям на потребительском рынке. И с этой точки зрения все стандарты, которые приняты на уровне Российской Федерации, на уровне Чувашской Республики, они должны выполнять. Как земледельцы Российской Федерации и Чувашской Республики. Где какие будут нарушения, они будут пресекаться. Мы же помним, допустим, если взять 15-20 лет назад, мы обсуждали тему, что товары, произведенные в Китае, некачественные. Это все уже осталось в истории. Сегодня и строительная техника, и другая техника, и товары легкой промышленности, у нас они представлены, они представлены в других регионах Российской Федерации. Но китайцы на сегодняшний день, когда пришли бы, дали бы дополнительные стимулы для конкуренции. Во-первых, вы правильно говорите, где-то 45 тысяч у нас не обрабатываемых земель, забегая вперед. Сегодня на эти земли очередь не выстроилась. Вот были бы наши предприниматели, наши руководители, хозяйств, которые хотели бы взять эти земли, и была бы соответствующая конкуренция, мы могли справиться сами. Этих земель, конечно, намного было больше, но, по крайней мере, они сегодня умеют работать, у них техника качественная, они по производительности труда находятся на другом, достойном уровне, чем наши производители. У нас есть тоже отдельные показатели, где производительность труда увеличивается. И тем самым, вот провинции Сучань, там практически территория огромная, и с точки зрения предприимчивых предпринимателей земледелий, надо бы привлечь. Мы имеем по законодательству на 49 лет им аренду землю отдать, можем на 15 лет, все зависит от того, какие договорные отношения мы выстроим на уровне муниципальных сельских районов с теми желающими, которые бы хотели организовать данное производство. Все остальные вопросы должны пресекаться со стороны органов власти, прежде всего. Сегодня два проекта у нас прорабатываются в Марбасадском районе и в Севильском районе. Это пока вот на уровне проработок. Окончательно будут реализованы или не будут реализованы, я тоже пока еще сомневаюсь. Но предпосылки для этого все мы создаем, чтобы они могли организовать свое производство. Они же к себе не увезут, у нас это будут продавать, соответственно. И с точки зрения перспективы, с учетом принятых соглашений, когда Владимир Владимирович Путин посвящал, с точки зрения перспективы мы должны сотрудничать с Китаем. Наш Никита Бичурин там работал, занимался своим делом. Они знают, мы знаем об этой истории и нашей связи, они традиционные. Вот сто лет, сто лет назад все это было организовано. Поэтому я считаю, что трудолюбивый китайский народ не помешает трудолюбивому чувашскому народу. Все синхронно, все логично. И с точки зрения мы получим результат на благо жителей, прежде всего, Чувашской республики. Ураган Булдар, Михаил Васильевич. Паен Параще, тогда хаш район Зинджия, 7 вечерей,.'" Think MsJ AK В этом году мы с вами будем использовать методику, критерии оценки. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Почему это происходит? Мы практически равные условия создали всем муниципальным образованиям как городским округам, так и соответственно муниципальным сельским районам. Но от работы главы администрации муниципалитета и его команды зависит насколько успешно сегодня они справляются своими обязанностями. Мы ничего не скрываем, обсуждаем публично, нам нужна обратная связь. Мы ездим, выслушиваем жителей и микрорайонов, и руководителей общественных организаций, и где политические партии представлены сегодня, и их выслушиваем. Нам нужна обратная связь. Оно единственной целью, чтобы мы подсказали должностным лицам муниципальных образований, где нужно оказать содействие в методологическом плане со стороны органов власти республики. Они обязаны оказывать, и я заставляю это делать, даю соответствующее поручение. Но потом надо до конца отследить, насколько они четко выполнили свои обязательства. Касаясь буквально земельных отношений и использования, прежде всего, муниципальной имущества, я могу сказать, отдельные вопросы можно было пополнять доходную часть разрешить. Мы на уровне республики разрешали. Допустим, все публично, все открыто, никому не надо ходить. Кто желает участвовать на конкурсе, на аукционе, они участвуют, покупают. Вот пример последний в Шумерлинском районе, до сих пор они не перешли на рыночные отношения. Они в лице арендодателя, это администрация города Шумерли, передают в аренду, и не на открытом конкурсе, а просто так, по каким-то связям, муниципальную собственность, это в виде имущества или земельного участка. И арендатор, получая это имущество или земельный участок, передает субаренду другому арендатору. Но передает уже по рыночным ценам. Муниципалитет теряет. Можно сказать, интересы заложены отдельных интересантов. Мы будем пресекать, жестко обсудили эти вопросы, в ответом по функционалу прямая обязанность любого должностного лица. И эти вещи, если не будет пресекаться на муниципальном уровне, то, соответственно, мы будем стоять перед собранием депутатов, чтобы они посмотрели заключенные договоры. Это очень важно. Там десятки, сотни миллионов рублей можно заработать. Канашей я был, хотя там тоже ситуация не такая благоприятная, на рыночные отношения перешли где-то 20% всех договорных отношений. За 2 миллиона выставили, за 8 миллионов продали через аукцион. 8 миллионов заработали. На 8 миллионов, я говорю, давайте благоустраивайте дворы, ремонтируйте там многоквартирные дома, ряд других вопросов. Спасибо. Добрый день. Канашская студия телевидения Олеся Григорьева. У меня, в принципе, да, схож вопрос с национальным радио, но хотелось бы в частности спросить. 10 июля город Канаш возглавила ранее исполнявшие обязанности главы администрации Людмила Иванова. Что вы ожидаете от, так скажем, нового руководства города? Какие первостепенные задачи ставите? И недавно вы посетили город Канаш. Какова же перспектива развития муниципалитета? Спасибо. Спасибо за вопрос, Олеся. На самом деле, все процедуры на нате найма главы администрации города Канаша проведены по закону. Никто в этом не сомневается. Это первое. Во-вторых, я представляю как глава республики конкурсные комиссии, допустим, муниципальных образований. На уровне 1 треть членов конкурсной комиссии. Они участвовали, докладывали, но я даже подписываю и представляю не только, допустим, с политической партией Единой России. Мы все политические партии, которые имеют фракции в Государственном Совете, тоже включаются в члены комиссии. То есть они как оппоненты подсказывают, как же это должно быть и кого они бы видели в должности. Это второе. Третье. На сегодняшний день Людмила Петровна желает работать. У него есть стремление. Это тоже главные такие ключевые показатели. И, по крайней мере, канарцы отзываются положительно в целом о ее работе. Да, вопросы благоустройства, дворовых территорий, вывозки мусора, ряд других вопросов очень много. Но надо создавать конкуренцию. Она сейчас понимает уже в качестве полноправной главы администрации города Ганаш, как нужно работать. Потому что исполняла обязанности, но тут переходный этап. И с этой точки зрения, вопросы, которые поднимались на подведение итогов по итогам 2013 года, отдельные вопросы должны были быть разрешены в течение месяца. Не надо было даже отодвигать. На 4 месяца. Но не разрешено. Конечно, я высказал свое неудовлетворение. И в адрес, как бы сказать, депутатов, собрания депутатов. И с точки зрения дальнейшей перспективы, мы ей доверяем, соответственно. Вот в течение определенного периода времени она должна подтвердить на деле, как будет справляться своими обязанностями. Это оценка собрания депутатов, оценка жителей города Ганаш. Радио России Чуваши и Мулянов. Михаил Васильевич, вот на одном из совещаний полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе говорил о необходимости реконструкции такой важнейшей трассы, автотрассы М7. Дошло дело до конкретных каких-то планов, Михаил Васильевич, вот если дошло дело, то каковы они, перспективы, сроки? Спасибо за вопрос. На самом деле, какие задачи стоят? В Оренбурге было проведено совещание. Михаил Викторович Бабич был, министр транспорта Максим Юрьевич Соколов. Мы, руководители регионов, участвовали. Я поставил четыре значимые проблемы по нашей территории. Это реконструкция федеральных трасс, ибо очень много у нас дорожно-транспортных происшествий, и в этих ДТП погибают люди, целыми семьями. До строительства, в первую очередь, моста на реке Сура, ибо в окончательном варианте транспортная развязка не работает. Это очень важно. И на подъеме в сторону Чебоксары постоянные оползни. Сегодня там специалисты работают, и Максим Юрьевич тоже владеет ситуацией. Ему специалисты докладывали. И с точки зрения выделения дополнительных средств на это завершение, соответственно, в первую очередь, он взял соответствующие обязательства на себя. Должна быть построена второй мост. Это для прохождения транспорта по встречному движению. Сегодня через один мост, но старый мост, можно сказать, в перспективе будет вообще сноситься. И с этой точки зрения сегодня будут выделять и выделены определенные средства на подготовку правительственной документации. И практически по реке Сура движение в круглоготысячном режиме должно быть на достойном уровне. Потом дальше по развязкам около Лапсары. Это тоже там вопросы безопасности. Вы прекрасно знаете. И были в Лапсарах, когда мы были. Жители возмущаются, там школьники, дети в детские сады с утра приезжают, как бы сказать, для того, чтобы идти и на работу работникам. Светофор и очень опасно. С точки зрения выделения средств Роза Автоторс сегодня занимается этим вопросом. Там в перспективе будет кольцевое движение. Они нас поддержали. Третий вопрос. М7А-151 по выделению средств для реконструкции. На сегодняшний день в перспективе вообще до 2018 года реконструкция федеральных трасс на территории Чувашской Республики полностью будет проведена. На это будет выделено около 10 миллиардов рублей. Это тоже инвестиции в экономику Чувашской Республики, ибо работают пункты общепита, технико-строительных организаций, дополнительные рабочие инвестиции и других вопросов. По освещению они разрешили, я поблагодарил их и поднял вопрос по реконструкции моста, московского моста в городе Чебоксара. Стоимостью 1 миллиард 600 миллионов рублей в распоряжении правительства Российской Федерации проходит. И начиная с 2015 года на этот мост должны нам выделить определенные средства. И в течение трех лет мы должны завершить полностью эту развязку, так скажем. И с точки зрения дальнейшей работы все будем отслеживать. По использованию дорожного фонда у нас практически работа на должном уровне поставлена. Касаясь сельских торок, то, что поднимают вопросы и другие регионы, и мы поднимаем. На сегодняшний день методика будет совершенствоваться. Это связано с перевозкой детей в общеобразовательные школы. И в дальнейшем они, изменив методику, будут выделять дополнительные средства и Чувашской Республике. Мы свою республиканскую программу совершили. Там методика была одна, а сейчас методика изменилась. Я поставил вопрос. Нас нельзя наказывать, потому что каждый населенный бункт на сегодняшний день. У нас дорог нет. А с учетом того, что в целом среди регионов Российской Федерации мы выглядим благополучно, вы говорите, не выделяете средства. А с точки зрения построенных дорог, мы это сделали за счет своего оригинального бюджета, федеральных средств почти что не давали. И эти долги, они сидят в государственном долге Чувашской Республики. Мы их должны, обязаны возвращать. А федеральные инвестиции, которые на сельские дороги выделяются, они безвозмездны. И с точки зрения дальнейшей работы, эффективной работы, и Министерством транспорта, и Министерством сельского хозяйства будем работать. Вы посещали Заволжье, вынесли ряд замечаний, но всем понятно, что полноценное развитие этой территории возможно только после ее газификации, как сейчас обстоит дело с проектом, и решены ли проблемы с собственниками земель, по которым должен пройти газопровод. Спасибо. Я хочу уточнить, по газификации Заволжье, и по земельным вопросам, где проходит эта трасса. Отвечаю. Вы знаете, что в инвестиционной программе акционерного общества «Газпром» включена программа газификации Заволжье. Докладываю, проектно-сметная документация готовится, и в конце текущего года будет завершена и представлена на экспертизу. Вопросы земельные, которые были со стороны землепользователей, на сегодняшний день предварительное согласие получили на проектирование этой трассы, ибо без их согласия трассу невозможно проложить и даже проектировать. Из всей точки зрения перспективе, насколько я полагаю, в 2015 году с учетом наших отношений с Алексеем Борисовичем Миллером будут выделены средства, и газификация со стороны «Мариел» начнется в 2015 году. Первый потребитель реально получает газ в 2016 году. Стоимость данного проекта не менее 500 миллионов рублей, потому что сейчас цены опять поднялись и будут скорректированы в сторону увеличения. Ни одного рубля со стороны республики мы здесь не выделяем. Михаил Васильевич, я хочу продолжить вопрос по Заволжью. Но, в принципе, у нас есть возобновимый, не черпаемый ресурс Заволжья, после газификации. В настоящее время, я вот там как раз недавно был в санатории, в санатории принимают всего лишь незначительное число. Но как там потенциал, посчитали эксперты, можно оздоравливать 200 тысяч, то есть свыше 20 тысяч в сезон летних отпусков. И как там вот посчитали, выручка – это 2,5 миллиарда можно получать на оздоравливание. И причем мультипликативный эффект ожидается – 2,5 миллиарда. Тоже самое. Вот что можно сделать для того, чтобы вовлечь, скажем так, вот, в экономику Чувашии именно вот по нашему, по развертыванию потенциалу Чувашии. На самом деле, с учетом перспективы газификации, сегодня территория Заволжья становится инвестиционно привлекательной. Это очень важно для нас. Это, во-первых. Во-вторых, сегодня наша задача, задача органов власти создавать максимально благоприятную среду, чтобы вовлечь предпринимателей, бизнес-сообщества, чтобы улучшить деловой климат, для того, чтобы появились там новые современные оздоровительные лагеря, новые санатории, с точки зрения и туризма, и всех остальных благ, и красоты для привлечения и жителей Чувашской республики, и за пределами Чувашской республики. Это очень важно. Вот пример, да, оздоровительный лагерь «Росинка», где спортсмены тренируются. Вот я сколько раз там бываю, сколько раз общаюсь с нашими гостями, они отзываются очень положительно, и даже путевки, которые продаются на коммерческой основе практически, по рыночным ценам, они сегодня востребованы и не хватает. Поэтому предприниматели, которые хотят заняться этим бизнесом, мы на сегодняшний день 630 гектаров перевели в городской округ. Там есть определенные земельные участки, дальше нужно оформлять и правоостанавливающие документы, потому что от этого нужно нам исходить. Максим Генаркаш, Хабархаз, замглан, редактор. Миколай Шеш, Эзер, жалунах тухса жюретер, жал зене, ейбердей жалунах тухса жюретбер. Жалдан тухсан, хышпарялдан тухсан, Шауэнбек тюндерлих кужағыратырады. Жал зен таздалан зелыш, башуолықсам таздалды. Шауғатырақ, Совет тапқырынжен юлны палыксем, палыксем, кавыч кыра, комплекссем, Халды, шелім жоу иртіне бұзанды, жуғын залыршы. Жалдан таза елдан туханда, түрег күміл құшылы, шау зене көрзан. Хышантсенларыш, Совет тапқырынжен юлны палыксем, ебердің, Әне ферімі комплекссем, бірге каванчыз. Візе, Әне кавыч кірайлайды, палыксем, Совет тапқырынжен юлна палыксем, Әне ферімі комплекссем, Добавил субтитры DimaTorzok электрический сбор был калат перен инвестор зим шаг черву часы гибать не тур даны не а что пай юна шерезем вали документы мчук муниципалитет он право бур судур луса хайзем чине шаг на документ не ходил и мешкан документы не или выше в зим она сутма удача аукцион урла варя ерге к зебурой пире не в зим в этой регионе зиме талан сахал дарах но шагах трах в зим паян хивуна пирин чаваш халах не пирин чаваш республики черный или млитмещи вот кундая б силинбе пиде вылоги лежит говоря о по объектах животноводства советских времен после организации сельхозорганизации остались у нас разваленные фермы из катания для рабочих мест нет сегодня конечно геннадий зала правильный вопрос чтобы перспективе справиться и с этой задачей мы предлагали сегодня самим хозяйственным субъектом чтобы они продавали ибо на этих земельных участках сегодня водопровод есть электричество есть канализации той или иной степени тоже есть и по крайней мере данная территория она привлекательна по инженерной инфраструктуре все то что на поверхности надо все снести потому что это затратный способ даже если развивать там новое производство в отрасли животноводства где-то там кемпинги сделали где животноводческие помещения которые находятся на трассах это тоже нормально предпринимателям представили когда нет хозяев муниципалитет имеет право обратиться в суд и получить решение суда и признать данный земельный участок в собственности и с этой точки зрения потом они продавая эту муниципальную собственность будут иметь право регулировать все эти отношения и пополнить доходную часть бюджета поэтому мы над этим работаем я согласен может быть недостаточно здесь нам надо ускорять и к столетия образования чувашской автономии все привести на все сто процентов соответствия чтобы ни одного такого объекта у нас не было есть такой своеобразный культурный бренд чуваши кокеревский планер на закрытие восьмого планера вы пообещали государственную поддержку из бюджета но в частности там на родине котеля в тарханах школа одна из старейших даже не только в республике но и в россии в целом 175 лет может быть планируется строительство нового здания этой школы вот в чем будет стоять это поддержка если она будет оказывать спасибо за вопрос на самом деле мероприятие значимое я убедился в этом когда участвовал впервые на этом мероприятии приехал же кофтун наш уроженец который на украине организовал как инициатор соответствующую академию привез и картины и уроженцы очень хорошо отзывается из точки зрения проведения и данного форума и вообще оказание содействия данной школе алексей афанасьевич когель известный наш уроженец с этой точки зрения я сказал подготовить проектно-документацию перспективе нужно будет нам сделать пристрой на данной территории новую школу я не скажу отдельный корпус общеобразовательного учреждения все остальные помещения которые сегодня аварийные они еще пригодны для использования проектирование завершится 2014 2015 году сейчас уже сбор документов там начинается госэкспертиза и реально 2016 году мы энную сумму денег можем выделить и после завершения проекта детских образовательных учреждений полагаем полагаю начиная с 2016-2017 года будут выделять средства определенные на общеобразовательные учреждения ибо детские сады есть естественные проблемы возникнут наши школах потому что вторая смена может появиться если точки зрения они прямо отложатся перспективе на дополнительные инвестиции и данные населенные пункты и для родителей для детей и для всех великих людей потому что их имена живы в наших сердцах и с этой точки зрения я взял на себя определенную долю ответственности чтобы оказать им содействие спасибо депутат госдумы от лдпр михаил дегтярёв предложил переименовать области и района в губернии и уезды а не так давно он предлагал также заменить российский триколор на черно-желтый белый флаг а также вернуть украине названием лароси как вы михаил васильевич относитесь к подобного рода заявлениям спасибо за вопрос никак есть же отдельные личности да от политических партий им хочется всегда каких-то сенсаций и на этой волне хотят заработать политические баллы но к сожалению насколько я знаю данные предложения больно ты никто не поддержал соответственно можно там говорить и желать что-то сделать но это его право он высказал и реакция у меня такая она никакая спасибо а михаил васильевич тирея мускова и шлеме гучера спереди сасхура жюри тире зигу терез пузан хжан кайма хадиры недер да да уж это искать еще на это было де миле сасхура жюри таязи гаетесь и москал бузыкет да да уж с уяз максы паянгигуна ебекалана хаменшин ман и гибинде в инбеликиме шилда августу и генже падет но как по полномочий санчинь ман и шлем или санбата ничтаря мада баянги у нашу думалов на русский переводить я думаю все уже услышали все поняли да о чем идет речь спасибо михаил васильевич я вот несколько раз и был в в поездках по районы по районам вместе с вами да и как вы там только своих оппонентов не называете и дельцы и ну я просто не не все могу сказать что что вы говорите хотя аудиозаписи у нас конечно остаются недавно вот вы у себя в твиттере крупнейший интернет ресурс чуваши на связи который даже близко не является вам оппозиционным назвали информационной помойкой и второй вопрос более конкретный он касается схемы теплоснабжения города чебоксары согласно этой схеме приняты недавно жители чебоксар будут вынуждены своими налогами своими платы за услуги сферы жкх профинансировать на 38 миллиардов рублей строительство новых котельных причем практически весь этот поток будет пропущен через счета компании коммунальные технологии вы не представились как вас велич это андрей иванов правда по фо я с первых дней своей работы говорил и говорю всем дал слово работать честно открыто и не буду украшивать события стараюсь этот стержень соблюдать да есть отдельные на сегодняшний день то что вы говорите дельцами я журналистов никогда дельцами не называл и не буду называть дельцы кавычки имеется ввиду сфере жкх которые совершают правонарушения которые выводят активы соответственно и те же самые которые пишут или мочат меня о них тоже молчат и так далее я могу сказать группа сало вывела средства миллиарды рублей я публично говорил с первых дней работы говорил по объектам кроме гостиницы ничего не осталось вот у меня совесть чиста по крайней мере значит перед жителями перед горожанами все это на сегодняшний день реанимировано и в работе это самое включая даже новый город включая даже вот последнюю компанию парнас который сорвал куге всех который сорвал табо я их вот называю и буду называть их потому что они по серым схемам хотят совершать правонарушения вывести активы потом выделить деньги на деятельность отдельных допустим там журналистов или не журналистов потом чтобы появлялись заказные статьи а то что я вообще говорил и констатирую когда корректная критика я всегда готов выслушать эту корректную критику но когда представители разных средств массовой информации интернет работает на территории республики используют и как профессиональные журналисты и как непрофессиональные журналисты сплетни слухи сарафанное радио на определенных наметках полунаметках и начинает обливать меня грязью но здесь как я могу относиться я нормально отношусь я просто не втягиваюсь они хотят меня втягивать уже четвертый год я не втягивает рейтинг мой повышается я могу сказать жители потому что меня то больше знаю чем этих журналистов пожалуйста пишите выполняйте заказы тратьте огромные средства а то что вы пишете у меня рейтинг тем самым поднимается это по разным вопросам по разным институтам я только благодарен вам касаясь второго вопроса мне тоже интересно 38 миллиардов рублей 4 миллиарда рублей можно по разному это толковать интерпретировать это тоже право каждого журналиста каждого человека да было письмо насколько бориса вайнзихера мы открывали новый гидроагрегат на т.с. 3 в новочевоксарске обсуждали и эти вопросы на сегодняшний день уважаемые коллеги вопрос заключается в том каждый муниципалитет должен принять план теплоснабжения город воспользовались своим правом публично обсуждали приняли план теплоснабжения это не говорит о том и не говорит об ущемлении какого инвестора ежегодно плана работы будет корректироваться соответственно 38 миллиардов рублей я могу сказать даже прогноз это виртуальная цифра от меня эти цифры вообще не исходили это прогноза просчитали соответственно по модернизации котельных и сказали они предлагают свой механизм действия на сегодня новочевоксарские жители получатели тепла заключили прямые договора соответственно мы это не препятствовали потому что и услуги по стоимости сферы жкх по стоимости тепла стали ниже это мы только приветствуем по городу чепоксары они хотят но по городу чепоксары сложность чем заключается это не при мне были приняты решения все сети сферы жкх переданы коммунальным технологиям это московским компаниям фамилии я не буду называть вы все знаете без наметок без полнометок и с этой точки зрения у нас нет права на сегодняшний день вот отдать военхизеру вот эти коммуникации мы бы отдали или ему или иванову или петрову или сидру нет никаких вопросов но мы будем защищать прежде всего интересы получателей услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства стоимость услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства не должен превышать инфляцию об этом сказал президент россии мы обязаны выполнять о двух словах михаил васильевич так как звучало здесь моя фамилия тоже я хочу сказать всем здесь присутствующим что твиттер глава чуваши твиттер прислужбы главы чуваши форум на связи в этом твиттере не называли информационной помойкой это ложь что касается вообще понятия информационная помойка она в общем то известно есть информация любой продукт то есть информация качественная эта информация правдивая вот она расположена на информационных ресурсах нормальных профессиональных а есть информационные отбросы да это слухи сплетни и инсинуации ложь и кривотолки вот информационные ресурсы которые собирают информационные отбросы вот и я их назвал информационными помойками конкретно формному на связи ру это не относилась господин иванов это все выдумал теперь что касается оскорблений якобы оскорбление оппонентов когда я посчитал что правда пфо меня оболгала я подал суд и доказал что правда пфо меня оболгала в судебном решении черном по белому написано признать информацию распространенную правдой пфо несоответствующей действительности александр магари национальный тело радиокомпании чуваши сейчас идет в высших учебных заведениях поступают бывшие вчерашние выпускники поступают высшие учебные заведения но как мы видим опять-таки пользуется огромным способом огромным спросом большие конкурсы на юристов на экономистов и так далее но в то же время волнует вот проблема подготовки национальных кадров в частности вот своих коллег по цеху могу сказать к сожалению в чувакском госуниверситете где многие годы готовили журналистов чувакской азычных журналистов практически вот бюджетные места ликвидированы там принимают только на конду на коммерческой основе точно также например в чувакском госпед университете и чувакском госуниверситете уменьши сокращены места бюджетные места где готовили чувакской азычных учителей педагогов литераторов будущих и так далее и еще хотелось бы затронуть вопрос подготовки опять-таки вот будущих национальных кадров был у нас лицей имени лебедева национальный лицей к сожалению вот второй год тоже там обучение прекращено мы знаем что готовится большой проект по созданию нового обновленного обновленном виде такой национальной школы но до этого еще время несколько лет пройдет и есть опасения что вот за этот период мы упустим время михалый васич вот по этим вопросам хотелось бы узнать ваше мнение спасибо эксцентль клоусь касаясь национального языка во первых я хочу сказать за последние годы многое сделали и интернет на чувакском языке и все нормативные правовые документы на чувакском языке то есть всегда мы спрашиваем в аудиториях если люди которые только говорят на русском языке даже сельские местности когда есть мы проводим мероприятие потому что нет синхронного перевода на русском языке да есть допустим там яльский район обычно там на чувакском языке проводят поэтому определенная благоприятная среда она создана во вторых касаясь подготовки кадров конечно есть проблемы соответствующие на сегодняшний день мы с министерством образования российской федерации работаем бюджетная кота нам обозначена в чувакском государственном университете 30 человек я как раз встречался в этом году недавно значит с преподавателями со студентами которые учатся на факультете филологии журналистики и других факультетов конечно у нас заявка была намного больше больше но с учетом чувствительной темы сферы нации да и национальности мы в республике имеем 128 национальности поэтому нужно создавать благоприятные среду если точки зрения для всех но в то же время у нас конституции написано два государственных языка чувашский русский поэтому с министерством образования российской федерации будем работать и отрабатывать по максимуму все те наши наработки и предложения чтобы получить окончальный результат и по квоте я абсолютно уверен том что будут увеличивать регионы российской федерации где прежде всего национальные республики губернии это другая ситуация но национальные республики это другая атмосфера другой климат и эта тема очень чувствительна практически второе по этой теме президент российской федерации проводил свой совет есть соответствующие поручения и соответствующие работы будут проведены не только на уровне министерства образования но и на уровне министерства культуры и других министерств потому что вопросы здесь касаются прежде всего воспитания человека мы тоже здесь сейчас дополнительные работы будем проводить с учетом 2015 года годом культуры литературы дальше по лицею лебедево но конечно многие у вас многие из вас знают какая ситуация мы заказали проектно-смендокументацию конкурс проведен на базе музыкального училища мы будем готовить одаренных детей литей лебедева да дал соответствующий результат потом был передан городским властям а потом соответственно с учетом аварийности принято решение о сносе определенных зданий сооружений и тем самым перспективе для наших детей для тех кто хочет учиться соответственно и иметь это богатство будут предоставлены все возможности по максимуму это я ответственно говорю еще раз значит и все решения которые мы обязаны принять мы примем спасибо ксанкова михаил силич артем чупуков советской чуваши вопрос короткий какая ситуация судя с отелем предприниматель по фамилии одинцов купил данный объект на процедуру конкурсного производства все обещания которые первоначально давал не выполняет мы предлагали ему продавать соответственно он не хочет продавать держится потому что купил не по дешевле цене но изначально конечно то что начиналось и то что проблемы сегодня есть неправильно было выстроено вообще если бы продавали этот земельный участок открыто публично через аукцион нашелся бы предприниматель и давно бы построил гостиницу там 4 звезды 5 звезд и сегодня гости бы приезжали жили бы в комфортных номерах по стоимости услуг конечно это было бы недоступно для эконом-класса но там номера должны быть и для эконом-класса с точки зрения дальнейшей перспективы недавно обсуждали эту тему он докладывает что там через мдм банк опять оформляет кредитные ресурсы ресурсы подорожали скорее всего документы будут возвращены потому что у него нет достаточно залога обеспечения то есть я ему сказал или продавай или говорю надо снести выговорю собственник а изначально когда исходная разрешительная документация была бы правильно оформлена нашелся бы добросовестный предприниматель гостиница бы заработала но по последним его словам гостиница полностью гостиницы не будет четыре этажа гостиничные номера по его бизнес плану 78 вроде бы номеров было остальное это офисы для сдачи в аренду и на этом он хочет там заработать денежки аргументы и факты николай киселев 23 июля правительственная российская газета опубликовала статью в которой социально-экономическое состояние чувашия оценено как состояние средней тяжести там говорилось и о спаде в экономике и о том что растет протестное настроение в населении а республика названа спальным районом из которого уезжают другие регионы на заработки вот и связи с этим вопрос собираетесь ли вы судиться с российской газеты за публикацию недостоверных как выразился михаил юрьевич информационных отбросов спасибо спасибо за вопрос николай ну статья прошла я прочитал как я прочитал откуда почерк кто за этой статьей стоит для меня было понятно потому что были официальные письма или весной или осенью наступают времена и ежегодно это происходило и происходит по крайней мере это вы тоже прекрасно знаете я просто напоминаю я большого смысла не вижу потому что статья она напечатана была на платной основе и практически есть итоги официальные оценки правительства российской федерации мы по итогам замкнули первую двадцатку регионов российской федерации по эффективности работы органов власти сегодня я цифры озвучивал можно по-разному толковать но политический деятель руководитель региона подвержен он критике корректно или некорректно даже если я буду судиться в конечном счете полагаю суд решение вынесет так суд вынесет решение что вы политический деятель и повержены критике а цифры которые они озвучены они официальные я ежегодно отчитываюсь говорит там толковать на каких-то отдельных моментах можно по-разному и без конца в целом то что там народ начинает возмущаться я бы тем кто хочет это делать то есть дестабилизировать обстановку попросил бы маленькие свои желания по крайней мере приостановить ибо есть официальные итоги и когда я президенту российской федерации докладывал у него по разным источником есть вся информация и так далее и с этой точки зрения можно писать по-разному можно толковать по-разному это право каждого поэтому спасибо газете российские российская газета то что они напечатали статью и дали возможность читателям узнать больше обигнать ее значит и как он там работает в республике Чуваши спасибо маринско-посадская газета наше слово хочу вопрос задать в редакции газета наше слово Калина Трифонова вот продолжая тему модернизации котельных я бы хотела вам задать вопрос вы будет ли ли реконструироваться это котельная по улице советской города маринский посад об этом даже интересуются наши читатели по модернизации котельной на сегодняшний день работа проводится определенная но с привлечением небюджетных источников ибо объекты на сегодняшний день изношены очень сильно вот эффективная работа была проведена в городе АлатР по сравнению с городами я верил там все котельные по максимуму переведены уже на автономное топливо есть примеры когда переводят сами жители многоквартирных домов на индивидуальное отопление поэтому мы в теме денег не хватало и не будет хватать но по крайней мере привлекаем небюджетные источники организации жилищного коммунального хозяйства могут привлечь небюджетные источники и все котельные мы в перспективе должны сделать ибо люди не смогут платить выше чем соответственно позволяет сделать это ихние доходы поэтому Марбусад для нас тоже район значимый тем более на Волге находится и для жителей Марбусада мы должны по максимуму сделать все для того чтобы они почувствовали что органы власти внимательно следят за теми процессами которые там происходят Газета Справедливая Россия Чуваший Максимов у меня вопрос очень простой приземленный Николай Васильевич известно что у вас немало земельных участков большие есть средние малые вот интересно бы узнать что вы на них выращиваете куда девается продукция кто там работает переносит ли прибыль эти участки это я как пример для сельских жителей которые вот к сожалению очень многие из них забрасывают свои земельные площади вот на вашем примере они могут учиться и как спасибо за вопрос но этот вопрос уже больно то интересно наверное не представляет да есть земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства декларация официальная декларирую 50 соток я получил по наследству от своих родителей где живет моя сестра она на пенсии ухаживает обслуживает земельные участки остальные 26 сотых это в деревне Яноши где я построил своей семьей свой дом на самом деле нам хватает своей произведенной сельхозяйственной продукции излишки мы продаем соответственно или осенью или весной когда цены такие благоприятные складываются европейские мы в магазине ничего не покупаем касаясь сельхозяйственной продукции яблоки ягоды все свое все то что не хватает конечно покупаю а с точки зрения земель сельхозназначения у меня 5 гектаров округляю у супруги 2,5 гектара это согласно указу президента российской федерации когда наделили сельских тружеников и сельских жителей этими земельными паями они переданы в аренду используются хозяйством соответственно но налоги плачу сам хозяйству передал для того чтобы они использовали потому что у меня времени нет кого-то нанимать в середине поля для работы на этих земельных участках которые наделены по паям они являются землями сельхозназначения это очень сложно поэтому хозяйство с удовольствием обрабатывает и с точки зрения эффективного использования этих земельных участках я удовлетворен как дальше но это наше право как будем решение какие будем принимать по этим земельным участкам но для ведения лично подсобного хозяйства это где находится земельный участок с домом и практически мы никому продавать не собираемся передавать в аренду не собираемся сами будем работать дети там воспитываются у меня суббота воскресенье сейчас на каникулах трудовое воспитание самое полезное практически самый полезный инструмент вообще человек с другой наверное не придумал все нормально спасибо мк чебоксаров на этой неделе находился федеральный министр сельскохозяйства николай федоров вы снова в своем плотном графике не нашли время чтобы встретиться с ним и ну как бы обсудить актуальный вопрос развития агрополомочных комплексов еще вашей вот почему и не кажется ли вам что вот ваша позиция ну не на пользу республики ведь в народе говорят худой мир лучше добрые ссоры это первый вопрос и второй вопрос по поводу как бы так называемых проблем 2015 вы собираетесь баллотироваться на второй срок и от какой политической партии от единой России или от какой-то другой все недавно с Николаем Васильевичем Федоровым мы встречались в Оренбурге когда Михаил Виктор Бабич и он проводили совещание среди регионов Приволжско-федерального округа было там День поля потом соответственно совещание я выступал мы представили свои предложения у нас рабочие отношения нормально выстроены там нет никаких вопросов то что сегодня находя в отпуске насколько я полагаю он посещает предприятие под ведомство на имене сельхозы это его право но никаких наметок о встрече не было соответственно и с точки зрения он приехал домой да соответственно находясь в отпуске соответственно занимается своими личными делами что я тут могу сказать зачем лишний раз тревожить человека но в то же время я могу сказать раз посещая такие нормально работающие предприятия у нас ударник в Аргаушском районе тоже является федеральной собственностью соответственно его сотрудники там должны наводить порядок поголовье снижается люди зарплату не получают и по общей задолженности по зарплате на сегодняшний день портит всю картину Чувашской республики и люди возмущаются и не совсем эффективные руководители хозяйства в данном случае вы помните он приезжал туда участвовал там министр сельского хозяйства Сергей Владимирович Павлов обсуждали дальнейшую перспективу но перспектива оказалась плачевная вот он тоже свежий пример а то что касается перспективы участия на выборах я скажу когда наступит для этого время Здравствуйте газета Грани Марина Алексеева у меня первый вопрос известно что инженерные профессии в России приобретают популярность в последнее время вот хотелось бы знать насколько востребованы молодые кадры рабочих специальностей в Чуваши и есть ли у нас какой-то госзаказ на такие кадры и в каком объеме спасибо за вопрос сегодня уполномоченным органом на уровне правительства является министерство образования Чувашской республики и все отраслевые министерства собирают информацию от работодателей от муниципалитетов какие кадры прежде всего нужны им мы говорили наша погрешность спроса и предложений на рынке труда должна быть не более десяти процентов пока мы идем правильным путем но погрешности намного больше и с этой точки зрения по федеральным учреждениям мы через министерство образования российской федерации отрабатываем касаясь учреждений среднего профессионального образования которые находятся на нашей территории которые ведения министерства образования мы здесь лучше регулируем потому что меньше бюрократии и тем самым гибче можно работать идеальный вариант я приводил и привожу еще раз это специальности электротехнической промышленности сто процентов выпускников высших учебных заведений средних профессиональных учреждений трудоустраиваются уже на работу не чуть ли с 3-4 курса вот это самый лучший показатель а с точки зрения дальнейшего улучшения ситуации конечно мы будем работать ситуация меняется на рынке труда сегодня востребовано не столько даже специальности высших учебных заведений сколько специальности средних профессиональных учреждений спрос работодателей сегодня почти 17 тысяч я говорю и все специальности они на сайте в открытой доступной форме представлены сами работодатели тоже проводят разные мероприятия вакансии значит там ярмарки по трудоустройству я вначале сказал мы по трудоустройству безработных среди регионов российской федерации выглядим неплохо наша задача не только сохранить а укрепить эти позиции у нас проблема с жильем сейчас решается как бы активно и одна из программ которая способствует решению данной проблемы это вот предоставление жилья коммерческого найма вот в чебоксарах эта программа она активно реализуется а в Новочебоксарске уже несколько лет она как бы заморожена и дома не строятся для коммерческого найма как бы вот хотелось бы знать с чем это связано и планируете ли вот такие возводить дома для коммерческого найма непосредственно спасибо за вопрос вы прекрасно владеете ситуацией на сегодняшний день мы не приостановили мы решили по другому пути пойти одна тысяча восемьсот шестьдесят квартир государственного жилищного фонда коммерческого найма находится в республиканской казне и все жители многоквартирных жилых домов имеют право купить эти квартиры для этого вся нормативно-правовая база у нас подготовлена она тоже в открытой доступной форме и каждый вырученный рубль от продажи квартир мы будем направлять на данную программу и будем строить жилье вот первые там десятки семей изъявили желание купить собственность эти квартиры мы по этому пути дальше будем продолжаться там практически договора через каждые пять лет заключается но кто вначале не смог допустим пожил там пять лет семь лет десять лет появляется право купить собственность потому что надо ремонтировать надо вкладываться а чужую собственность никто не будет это делать это тоже как бы нормальный процесс нашей реальной жизни и с этой точки зрения по всем городским округам эти программы мы будем развивать но городе на учебусарске сегодня конкуренция среди строительных организаций по строительству жилья недостаточно я будучи на учебусарске свое неудовлетворение высказал есть пригородные земли рядом чебусарский район поэтому надо здесь разрешать эти вопросы в ином случае дальнейшее развитие города будет иметь определенные сдерживающие факторы строим там мало строим по крайней мере конкуренции нет и с этой точки зрения мы в стороне не будем оставаться будем вместе с вами вместе с городскими властями вместе с жителями Новочебусарской отрабатывать эти вопросы вернусь к встрече московской совсем недавней во-первых прежде всего она случилась достаточно ну не сказать тяжелый сложный момент для страны санкции и прочие прочие вещи президент во время вот этой сложной работы встречается с главой ЧУАШи обращает внимание тем не менее на внутреннюю политику в этой связи вопрос достаточно простой какие ваши личные ощущения вот не как чиновник не как главы региона а личные ощущения от этой встречи и как оказалось встреча очень полудородна для журналистов мы тут не раз вступали в полемику с коллегами когда следующее встреча ну спасибо за вопрос когда есть необходимость в этом да можно попросить о встрече с президентом российской федерации или представителем правительства российской федерации и чтобы они отвели определенный период времени для обсуждения этих вопросов но по пустякам по мелочным вопросам я никогда не обращался и не буду обращаться по стратегическим вопросам развития чувашской республики в целях защиты интересов чувашского народа я буду обращаться и просить об этом чтобы они приняли меня если точки зрения я думаю этот подход он наиболее справедливый и честный зачем перекладывать когда по функционалу мы на уровне республики можем решить и обязанно решить да и перекладывать эти обязанности на федеральный уровень значит мы здесь отрабатываем соответственно выполняя надлежащим образом свои функциональные обязанности а как человек могу сказать общаться приятно соответственно и комфортно спасибо вам за то что откликнулись за то что так хорошо мы поработали пообщались ну до следующей встречи спасибо еще раз всем вам тавдабуч и всем желаю желаю дальнейших успехов в вашем деле и в нашем сотрудничестве до следующей встречи спасибо 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 спасибо